Всем привет! Меня зовут Даша и в этом ролике я покажу как вязать слип узор на вязальной машине 3 класса Браздер КН260. Для образца я выдвину работу 30 игл. Обычным обвитием наберу петли. Пряжа у меня ализыла на болт. Заправляем нитку в каретку. Плотность у меня 4 стоит. Подвигаем все иглы опять в положение D. То есть E, образовая E на сильвере D. Теперь я подвяжу деду. Еще несколько рядов в одну главу. Каретку оставляем на левой стороне машины. Берем перфокарту. Я беру перфокарту номер 4. Вставляю ее в устройство. Мы заправили перфокарту. Устанавливаем ее на первый ряд. Перфокарта у нас заблокирована. Далее мы на каретке поворачиваем вот этот рычаг на КС. Горизонтально, чтобы он у нас стоял. Проводим один ряд. Иглы у нас выставились по рисунку. Далее мы зажимаем обе правые клавиши, отвечающие за слип вязания, и разблокируем перфокарту. И начинаем вязать. Иглы выдвигаются вперед соответствующим перфорированным участкам. Неперфорированные участки у нас остаются сзади. Для образца достаточно. Чтобы перейти на обычное чулочное вязание, мы вот этот рычаг поворачиваем снова на чулочную вязку. У нас автоматически отщелкиваются здесь рычаги. И блокируем вязь на перфокарту. Теперь мы можем сделать несколько рядов кулевной глади. Ниточку мы можем обрезать. Грузы снять. И снимаем саморезание. Вот такой образец у нас получается. Это у нас изнаночная сторона. Это лицевая. Сейчас я образец отпарю и покажу, как он выглядит в отпаренном виде. Я отпарила наш образец. Вот так он выглядит с лицевой стороны. Вот так с изнаночной. В отличие от прессового узора, вот эти протяжки, которые у нас образуются во время вязания на тех иглах, которые у нас соответствуют неперфорированным участкам, они ложатся не на иглы, а под иглами. Поэтому они у нас не провязываются потом, а остаются также по рисунку. А с лицевой стороны они выглядят как более крупные петли, по сравнению с теми, которые провязывались в каждом ряду. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Пока-пока!